В Самаре продолжается строительство станции метро Театральная. На перекрестке улиц Новосадовой и Полевой идет устройство стартового котлована. До 20 февраля планируют завершить монтаж свай. А в исторической части города в стартовом котловане ведутся подготовительные работы под конструкцией тоннеля проходческого комплекса. Рабочие монтируют опорную раму для будущей сборки щита. Тоннели будут идти навстречу друг другу. Один из исторического центра в направлении станции Алабинской, другой в обратном направлении к станции Театральная. Специалисты занимаются также инженерными коммуникациями и вопросом переустройства трамвайной линии в районе перекрестка Красноармейской и Галактионовской. На прошлой неделе к участку доставили шпалы. Параллельно подрядчики ведут подготовку рельсов. Эти работы планируют завершить до 25 февраля. Специалисты стараются минимизировать неудобства для горожан. Кроме сужения проезжей части автодороги в направлении из города, никаких ограничений в период переустройства линии не будет. Трамваи продолжат следовать пока по старому полотну. Горожанам, переходящим проезжую часть, нужно обращать внимание на новую разметку временного пешеходного перехода у перекрестка Красноармейской и Галактионовской. Все работы, связанные со строительством метро, находятся на постоянном контроле. После ввода в эксплуатацию новой станции добраться из отдаленных районов до исторического центра города можно будет за считанные минуты. По расчетам экспертов, пассажиропоток в подземке увеличится минимум на 15%. При необходимости МП «Самарский метрополитен» сможет обеспечить сокращение интервала движения поездов до 7-8 минут. В этом году капитальный ремонт подвижного состава продолжится, чтобы он был обновлен к концу 2024 года. Уже более половины парка привели в порядок. После капремонта срок службы вагонов продлили еще на 15 лет. Это, конечно, очень здорово, потому что центр города станет частью вот этой большой системы метро и объединит, получается, исторический город и дальние районы.